Итак, видеокарта от Zotac Zotac G9 560 Видеочип у меня здесь Видеочип Zotac G9 560 1 гиг 256 DDR5 То есть, очень симпатичная видеокарта, мне она очень понравилась именно своим дизайном Она прям такая классно достаточно выглядит Кулер здесь очень легкий очень мягкий Не слышно абсолютно крутится Подшипник там внутри очень хороший Но больше всего прикалывает вот эта вот решеточка Первый раз я на самом деле увидел такое решение Обычно здесь просто оставляют пустые прорези, а она как бы в закрытом таком корпусе и сделана чтобы проветривались такие вот решеточки Вот, тоже прикольно смотрится И желтый цвет, мне кажется, у Zotac это выигрышно, очень такой золотистый Прямо она классная Далее Единственный минус, конечно, у нее что уже отсутствует VGA Выход Мне VGA, например, нужен У меня есть мониторы до сих пор с VGA Но зато есть два VGA и один HDMI Насколько я понимаю, это HDMI mini То есть это не обычный HDMI Ну-ка Да, вот у нас обычный HDMI Смотрите, насколько он больше Чем вот этот вот Вот видите Вот, поэтому Ну, вот такая вот видюшка На самом деле очень классная Она раскрывает Процессор Xeon С легкостью И я думаю, даже если его подразогнать Тоже будет она его вытягивать Вот Ну, в районе Тысячи Максимум 1500 рублей Вы можете такую видеокарту Ухватить Вот Очень симпатичная Будем ее скальпировать В ближайшее время Единственное у нее, наверное, минус Помимо того, что, конечно Отсутствие VGA Это много питания То есть у меня вот, например, был блок Там не было Второго по 6 пин Сейчас у меня, конечно, блоки 2 по 6 пин минимум Либо я переходники просто ставлю Но может с такой проблемой столкнуться Например, человек, не знающий сразу же что То есть знающий, что здесь дополнительное питание Но что 2 по 6 пин Но он может удивиться Вот Такая вот видюшка Очень такая легенькая Хорошенькая Кулер, кстати, не люфтит Хотя она достаточно старенькая Ну и мне он вообще очень нравится То есть здесь очень мягкий Маленький такой кулер Супер